С 16 января по 6 февраля в соцсети проходил публичный отчет мэра Вологды Сергея Варапанова, в котором он подвел итоги работы в 2022 году. В рамках него руководителю городской администрации поступило порядка 600 вопросов. Вологжане задавали их через городской колл-центр, социальные сети, сайт мэра Вологды и с помощью газеты «Волгда.РФ», в которой были размещены бланки для заполнения. Ответы на вопросы вологжане получают в печатном или электронном виде. На некоторые мэр Вологды решил ответить лично по телефону. Константин Григорьевич, здравствуйте. Беспокоит вас мэр Вологды Варапанов Сергей Александрович. Вы задавали вопрос по поводу приемки стеклянных банок от детского питания. Огромное спасибо, во-первых, за вопрос, за интерес к раздельному сбору мусора. Это очень важно сейчас для нашего города для экологии. И вот хочу вам рассказать, как можно сдать стекло. Можно сдать несколькими способами. Значит, первый адрес – это улица Фрезиновская, дом 20. Это вблизи перекрестка улиц Карла Маркса и Фрезиновской. Потом следующий адрес вблизи ДКПЗ – это заезд с улицы Костромской. Да, следующий адрес – Притеченская, дом 87, напротив гостиницы Вологды. Сергея Приминина, значит, справа от парка Победы. Прием вторсырья в Вологде осуществляется и на экопарках, отметил мэр. Туда можно принести пластик, макулатуру, пакеты из-под молока, соков и стекло. Волонтеры принимают крышки, пластиковые карты, батарейки и ненужную бижутерию. Также вторсырье можно отнести в специальные контейнеры, приобретенные при поддержке правительства области по нацпроекту «Экология». Они установлены в микрорайоне Заречья. Синие предназначены для сухого мусора, стекла, пластика, металла, зеленые – для пищевых отходов и средств личной гигиены. Впоследствии во всем городе будем устанавливать такие контейнеры. Вот сейчас пока в Заречной части города. Волнуют жителей города и вопросы, связанные с общественным транспортом. Так, Волокжанка Наталья попросила установить скамейку на остановке между Лостой и льнокомбинатом, чтобы ждать автобус было более комфортно. В ближайшее время посмотрим, что там можно сделать. А там летом уже что-то посерьезнее. Спасибо вам большое за вопрос. Сейчас поручение департаменту городского хозяйства дам и проконтролирую. В ближайшее время все сделаем. На ряд вопросов мэр Вологды уже ответил в прямом эфире, который прошел на его странице 6 февраля. Некоторые проблемы требуют более детальной проработки. Но, как отмечают в администрации, на каждый вопрос будет дан ответ. Напомним, что в рамках публичного отчета подведены итоги в девяти сферах. Экономика, дороги, градостроительство, городское хозяйство, молодежная политика, культура, образование, спорт и работа с населением. Екатерина Шабалова, Дмитрий Калининский, Алексей Сапегин, Михаил Протасов, Волок ДРФ.